Ты жива? Ура, Фиолетик, это все, где-то пропало! А, Фиолетик, кто? Всем приветик, с вами Фиолетик, и сегодня будет хоть разговорный ролик, но довольно интересный для моей аудитории. Мы будем говорить о том, что начали мне строчить после моего пятимесячного отпуска и, собственно, возвращения. Сразу скажу, что не хотела никого оскорбить, а уж тем более людей, комменты которых я повставляла в сегодняшнее видео. Вы просто будете примером, я против вас ничего не имею. Но отношусь очень плохо к таким вы... Сначала расскажу для тех, кто до сих пор в танке, что вообще произошло. 9 марта в своем сообществе я написала пост о том, что ухожу с ютуба. Многие думали, что это просто шутка, ведь на этот момент все по ровхлу начали говорить, что они уходят. Но это шуткой не было. У меня было сильное выгорание, нехватка времени, ну и все такое, если хотите, можете почитать. Этот пост все еще в моем сообществе и в открытом доступе. Там я говорила, что не знаю, на сколько времени я буду уходить, но ухожу я точно и видео в ближайшее время от меня ждать бессмысленно. На жаль, меньшая часть моей аудитории нормально отнеслась к тому, что я ухожу с ютуба и просто сложив руки будут ждать. Но большая часть начала делать странные вещи. Нет, Фиолетик, не уходи, не надо, мы тебе запрещаем, блядь, уходить с ютуба. И если у тебя нет идей для видео, почему сразу уходить с ютуба? Что это вообще такое? Не знаю, кем меня тогда считали и вообще как относились, но из-за такой фигни я бы не ушла с ютуба. Если бы даже так, то я бы начала снимать какую-то фигню по типу редизайн ос. Это можно сделать в любой момент. Поэтому я бы начала снимать что-то по типу того, но не уходила с ютуба из-за идей. Это... это тупо. А я вроде бы не очень-то и тупая, знаете ли. У меня даже был друг, который предлагал снять реакцию на какую-то дерьмо под предлогом. И мне будет пиар, и мы твой канал воскресим. Только вот зачем воскрешать? Давать людям ложную надежду на то, что я не уйду с ютуба? А... зачем? Мы уже поняли, как отреагировала моя аудитория на мой уход. Но по большей части видео сделано не для тех, кто плохо отреагировал, даже странно отреагировал на мой уход. А те, которые даже не предали значение моим постам. И все эти почти пять месяцев, пока меня не было, мне в комменты написали «Фиолетик, вот это ты пропала, ты что нас бросила?» Ну, в общем-то, примеры на экране. Еще тогда меня начинало это очень бесить, но я все же по-доброму отвечала этим людям, что посмотрите сообщество и прочитайте последний пост. Я думала, что людей, которые не читали пост, будет очень мало, но... Как же я ошибалась? И после того, как я выставила этот видеоролик, где говорила, что я вернулась на ютуб, начался просто пи***ц. Большая часть комментов была основана на том, что «Ой, Фиолетик, ты все-таки жива, я думала, ты сдохла, а то ничего от тебя ни постов, ни видео, ни шоуц, ничего». Серьезно, где ты была? И меня тупо бомбануло, поэтому я записываю данный видеоролик. Меня просто удивляет факт того, что люди могут спамить по тысяче комментариев в день с одним и тем же вопросом, но они могут прочитать один долбанный пост. От этого, собственно, и задают эти вопросы. Я помню, даже один человек говорил, что у него стоит на мне колокольчик, и что-то очень долго этот колокольчик не звенит, какого фига? И прикол в том, что я выкладывала пост в сообщество по этому поводу, а на сообщество как раз-таки колокольчик тоже работает, поэтому это у меня вопрос какого фига. Походу, этот человек или наврал, или нахрен ему вообще колокольчик. По-моему, его ставят только активные люди на канале, которым интересно просто всё, поэтому они всё читают и всё смотрят. Ну, возможно, люди серьёзно это ради прикола делают, не знаю. Лично я считаю это немного странным, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Возможно, это даже плохой приём, и я за это извиняюсь. Кстати, большую часть комментариев на эту тему я поудаляла к чертям собачьим просто из-за ненависти. Поэтому малая вероятность, что вы такие комментарии найдёте, только если я их просто не заметила. Я всё. Напоследок хочу сказать только то, что, ребят, пожалуйста, следите за сообществом своих любимых гачеров. Там они выставляют реально важную информацию, которую не надо пропускать мимо ушей. В этой ситуации мне было серьёзно некомфортно, потому что такое чувство было, что я разговаривала со стенкой и никакой пост не писала. В общем-то, не обижайте своих любимых гачеров. Им на этой платформе ещё долго и долго снимать. Фиииии, когда ты спустилась на землю, королева у**а? Ты изменилась. Если бы на этой планете существовала ещё одна Яндекс.Алиса, я бы, наверное, у неё спросил, что автор курил, когда писал этот комментарий. Ну, раз я оказался в концовке данного видеоролика, то ссабайтесь на канал Фиолетика, иначе к вам приедут несколько негров и окружат вас вокруг вашего дома. Ах!